Ребята, всем привет! Мы продолжаем цикл роликов с Taipei Cycle Show. Это выставка, которая проходит на Тайване, в Тайбэе. В прошлом ролике мы уже рассмотрели победителей в конкурсе дизайна, проходящем на этом выставке, в номинациях электровелосипеда, велосипедов в сборе, аксессуары и экосистема. Ну а сегодня самая обширная группа — это запчасти и компоненты для велосипедов. Мы привыкли видеть, что плавающие тормоза от компании HOP или ротора от Shimano — это всегда алюминиевый паук, соединенный со стальной тормозной поверхностью через клепки. Здесь же компания обошла от MENTO, опрессовав стальную часть алюминиевым центром. И в этом же алюминиевом центре есть дополнительные радиаторы, которые охлаждают всю эту поверхность. В общем, такой инновационный способ. Там наверняка есть в этом же алюминии какой-нибудь тепловой зазор, чтобы при расширении стальной части она не упиралась в алюминий. В общем, наверняка все очень продуманно. Выглядят они как будто бы нарисованы ребенком. Такие футуристичные ротора. Все-таки HOP пока что в моем сердце. HOP MOTO V2 — прям тучь. Ну и от плавающих роторов мы переходим к плавающей системе посадки. В общем, это система подвески, которая абсолютно делает сидение независимым от велосипеда. То есть она должна полностью исключить боль от катания без потери эффективности педалирования. В общем, это сочетание держателя рейлов под сидением, кипятильника спереди. Кипятильник — это такая пружинка, которая раньше была на советских велосипедах. И амортизатора под ним. Не знаю, как насчет того, чтобы сохранять сидение в вертикальном положении без перекосов, потому что там одна лишь точка, по сути, которая за это отвечает. В этом может быть вопрос. Выглядит как что-то, что будет вас, как минимум, доставит вам комфорт, но мне кажется, только при городской езде. Потому что как только вы съедете на какую-нибудь поверхность с уклоном вбок, вы съедете с этого сидения. Но мне так кажется, я не знаю. Выглядит так. Весит вся эта штука 250 грамм, ну и, возможно, она добавит вам какого-то комфорта. Если ее выбрали в качестве победителя на такой серьезной выставке, значит, все-таки проблему с отклонением от вертикали они решили. Что ж, было бы интересно на таком посидеть с моим 120-ю, как минимум. Что ж, а вот следующая штука очень технологически сложная и реализуема, но действительно классно придумана. Потому что в обычной втулке подшипник у нас находится внутри корпуса втулки, и тем самым диаметр его зависит очень сильно от размера самого центрального барабана втулки. То есть там у нас есть 30 миллиметров, мы внутрь вставляем там 20-миллиметровый подшипник, ну, образно говоря, имеем. А здесь же со стороны привода ролики-подшипники встроены в саму втулку. То есть сама втулка – это корпус подшипника. С точки зрения ремонтопригодности – спорный вопрос, потому что на обычной втулке мы вынули пром или вынули шарики, заменили их, и у нас новая втулка. Здесь же, если разобьются посадочные места под цилиндры подшипника, то мы с вами потеряем целую втулку. Но, с другой стороны, такой большой размер самого подшипника, возможно, делает ее намного более долговечной, чем там 5 смен подшипников в обычной втулке. Так что система SFE Separate Floating Engagement Ratchet System выглядит как классное технологическое решение. Интересно узнать про ее долговечность, но это может показать только время. Следующим победителем среди запчастей у нас будет Ultimate Quick Axle – ультимативно быстрая ось, если дословно переводить. В общем, суть запчасти – то, что придумали, по сути, универсальный эксцентрик ось, потому что на каждом велосипеде у вас подобрана ось под конкретную ширину дропаутов. Здесь же ось настраивается и затем зажимается, как обычный эксцентрик. То есть на любой велосипед под ось можно будет, вместо того, чтобы покупать какую-то проприориторную ось, если сломалась стандартная или если вы ее потеряли, можно будет использовать эту ось, потому что у нее настраиваемая длина. И вам не нужно будет искать что-то у дилера, а можно будет использовать какой-то универсальный продукт. Ну и, в принципе, открыли, закрыли все быстро, как на обычном эксцентрике, только теперь там ось. Вот такие вот дела. Следующий компонент тоже отличается универсальностью. В этом случае мы говорим про дропер-пост, либо про подсидел с изменяемым высотой от компании TransX. Здесь производитель сделал подсидел скорее для велосипедов в прокате или для байкшеринга. И обычно, как мы покупаем дропер, у дропера есть длина, там, 150 миллиметров хода. Вы можете зафиксировать его в любом положении. Но, скажем, когда вы нажимаете, чтобы он выдвинулся на максимум, он выдвигается сразу на все 150 миллиметров. Для кого-то, может быть, это нажатие будет не совсем удобным, потому что оно будет слишком высоко под ваш рост. И как раз этот дропер-пост от TransX дает настройку в дополнительных 3 сантиметра, чтобы увеличить либо его максимальный, либо минимальный ход. В общем, такой вот девайс. Не знаю, насколько это важно, эти 3 сантиметра, потому что у тебя на велике есть этот дропер, и ты, собственно, просто решаешь, насколько сильно ты его выдвигаешь. Ну вот именно, наверное, для байкшеринга, для подбора оптимального по росту, это интересное решение. Но для обычного пользователя, мне кажется, не очень. Следующий победитель вообще максимально просто, можно его озаглавить. Виллсет, сделанный из переработанного карбона. Все просто. Если вы за зеленую поездку, если вам важно, чтобы вы за свою жизнь оставили меньше карбоновый след, то вы выберете карбоновые колеса, сделанные из переработанного карбона. И, собственно, вот компания Gigantex, которая на протяжении 25 лет специализируется на производстве карбонового волокна, сделала колеса из переработанного карбона. Так что зеленая поездка, классно, я только за. Пускай перерабатывают, лишь бы эта переработка не оставляла больше карбонового следа, чем само производство. Вот. Итак, следующий лот, хочется мне сказать, но на самом деле не лот, а победитель в дизайне, это педали от компании Velgo. Мы все ее с вами много и хорошо лет знаем. Сейчас они выпустили Quick Release Device 3. Здесь у нас вот такие вот педали номер 3. В общем, это быстросъемные педали, которые призваны уменьшить пространство либо при транспортировке, либо при хранении вашего велосипеда. Откручиваются они, судя по всему, пальцами. И вам не нужно использовать никаких инструментов. В общем, такой вот девайс. Но мне кажется, уже какой-то фирмы я видел подобное решение. Надевается такой большой пластиковый ролик ближе к шизуну. И с помощью него вы легко сворачиваете педаль. По сути, он надевается там на любую педаль. Лишь бы при установке педали туда напихать побольше смазки. Тогда любую педаль не составит труда открутить. Недавно у нас, кстати, на канале был Шортс с видео, как мы снимали, выкручивали ось педали из BMX-шатуна с помощью такой-то матери, болгарки и огромных тисков. Можете посмотреть. А здесь такой проблемы не будет. Чуть раньше мы с вами говорили про задний переключатель от компании Microshift для велосипедов с 20-ми колесами меньше, с суперкороткой лапкой. Ну а здесь суперкороткий ход рычага гидравлического тормоза на руле. Для того, чтобы люди либо с маленькой рукой, либо пиздюки, либо дети могли использовать классные и удобные гидравлические тормоза. Вот специально выпустили для них ARC-S гидравлическую ручку с специальным рычагом, который устанавливается в другом месте, не в привычном нам на рычаге тормоза. И тем самым делает ход ручки гораздо меньше, и тем самым мощность ее не теряется. И ребенка все так же удобно пользуется им, как будто бы он пользуется взрослыми тормозами. Вот. Такой вот девайс. Что ж, следующий девайс, по сути, это пауэрбанк для электровелосипеда, который устанавливается в флягодержатель. Такое решение уже было у Specialized. Назывался он, по-моему, Turbo Boost. Это дополнительный аккумулятор, который действительно вставлялся в флягодержатель и проводочком подключался к разъему зарядки электровелосипеда. Здесь это решение, видимо, более универсальное. Аккумулятор это называется у нас не Boost, как у спеша, а DT16. Его емкость 21000 мАч. По сути, добавляет вам емкости, дистанции, такой энергетик для велосипеда. Ну, многие придумали это решение, они переделали его под названием DT16. Ну, что ж, пускай. Вот мы подошли к последнему победителю среди запчастей и компонентов. В данном случае перед нами универсальная модель стапеля для спецовки колес. Фишкой этого стапеля является то, что вместо того, что, как на обычном стапеле для регулировки, у нас есть такой вот захват, который, по сути, ограничен шириной профиля. То есть, например, колесо для фэтбайка или вот фэтбайка шириной 100 мм на нем уже не заспецуешь, потому что вот эти вот лапки, которые меряют расстояние до обода и биение, соответственно, относительно них, так широко не разведутся. Здесь используется одна лапка с одной стороны, которую можно развернуть и поставить с другой стороны, тем самым, как бы, увеличивая диапазон гораздо сильнее, чем вот у вот этих вот расходящихся штук. Мне кажется, это слишком редко используемо, во-первых, уже и фэтбайк колес мало стало, во-вторых, ради этого наверняка эта штука стоит за облачные деньги, потому что нормальный стапель для спецовки колес всегда стоит бабок. Потому что он должен быть тяжелым, основательным, надежным, он лучше всего прикрученным к столу в одном месте. Но вот здесь вот среди главных фишек этого стапеля отмечается то, что он подходит для колес от 12 до 20 дюймов, шириной от 20 до 100 мм как раз для фэтбайка, хотя на некоторых 120 мм колес и вот, вуаля, уже не подходит. Ну и там есть тонкая регулировка. Ну, в общем, очередной дорогой стапель для спецовки колес, хотя мне кажется, что обычного парктула всем нам хватит. Подытоживая раздел компонентов запчастей, можно сказать, что люди во время ковида, когда все это дело придумывали, не сидели зря. Они дорабатывали то, что уже и так было хорошо. То есть здесь нет никаких маркетинговых прорывов о том, что вот, мы сделали там супер что-то пупер красивое, не очень дорогое и так далее. Здесь просто доработка, улучшение уже хорошо работающего. То есть у людей было временно подумать, у людей было временно доработать, и получились действительно классные штуки, которые помогут в каждодневном использовании либо в мастерской, либо в велосипедах. В общем, такие утилитарные, клевые, продуманные штуки. Посмотрим, насколько изменится подобный раздел в следующей выставке. Это будет интересно. Так что, если вам понравился подобный формат с кратким описанием каких-то девайсов, пишите в комменты, что вам больше всего зашло, чтобы вы все хотели поставить, а что вам показалось абсолютно бесполезной фигней. Буду рад согласиться с вами или опровергнуть в комментариях. Так что лайк, подписка, колокольчик. Ну а мы вскоре выпустим, надеюсь, выпуски уже со следующей выставки «Велокульт». Ну а там и China Cycle не за горами. Так что всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok